Сейчас вся страна обсуждает этот случай, который произошел с врачами, в кавычках, с людьми в белых халатах и с дипломами врачей, когда на пороге больницы Вишневского, института Вишневского, где занимаются не только лечением, но и наукой по медицине, то есть это самый передний край медицины формально, оказалось, что там нет никакой медицины, оказалось, что там нет милосердия. Что там нарушили клетву Гиппократа и не один человек, а все подряд. Полчаса на пороге этой больницы лежал человек, его не пускали охранники, а мимо проезжали и мимо проходили врачи. Но врачи ли это, спрашивают журналисты, или это были все слесари какие-то, а не врачи? Ну что же, я об этом написал эссе, о том, какое счастье, что умер политик. Это был секретарь какой-то партии, я не знаю даже какой партии, потому что у меня тот час вылетел из головы название этой партии, поскольку это несущественно, ибо к политике не имеет отношения. Но я радуюсь, что умер все-таки политик, потому что партия не даст его в обиду, если, конечно, не будет другого указания. Да, потрясает, на пороге сердечного института Вишневского эти слуги Золотого Тельца рука хотела написать слугам Гиппократа. И этот случай, конечно, даром им не пройдет, потому что партия это так им не спустит безнаказанно. Если бы обыватель бы умер, ну, никто бы и не заметил. Вот если бы я был судьей, я, конечно, бы на 10 лет посадил бы, ну, и охранников, чтобы мне поводно было выполнять приказы, которые идут в разрез с тем, чтобы не навредить обществу. Нельзя быть безнаказанным, выполняя приказы, если ты наносишь вред обществу. То, что они не пустили человека к врачу, они отняли у него право на жизнь. Они, можно сказать, убили его. И, конечно, я посадил бы на 10 лет всех врачей, которые проехали мимо, не обратив внимания, почему человек лежит у порога больницы. Почему они не вышли и не померили ему пульс. Это же невольное желание врача померить пульс, чтобы в тот час же поставить диагноз состояния человека и принять решение, что ему надо делать. Ну, все отнеслись к этому формально. Дескать, за нас начальство подумало. Дескать, за нас начальство придумало все правила, что в институт Вишневского только скорую помощь привозят. А если человек приползет, то все, конец. Эти формальности, они так искажают жизнь, что становятся своей полной противоположностью. Это уже не формальность медицины, а формальность анти-медицины. Конечно, на 10 лет надо было бы посадить и директора этого института, который держал таких врачей. И, конечно, на 10 лет я бы еще посадил комиссию, которая выдала дипломы этим людям. В дипломах написано, что это врачи и общество, заблуждаясь на них, возлагало надежды, что они будут спасать людей. А они не спасают людей. Они делали свои делишки. Они делали свои ученые карьеры. Они лечили сильных мира сего, получая вознаграждение. Но можно предположить, как они лечили. Я не завидую этим сильным мира сего, которым прикасались руки этих людей.